Привет, привет, мои дорогие! Я очень рада, что вы зашли на мой канал. Сегодня я буду обедать в Икее. И что сегодня дела? Дела вот такое суп-пюре, овощи, какие-то две такие котлетки, потом сок вот с такими вот малинками, красивый, тарталетка, песочное тесто и малинки, и хлеб. Все это у меня вышло на 400 рублей. Зашла я в детский мир, и, конечно, здесь я сама хожу, смотрю, и сама с таким удовольствием, что смотрела Лего, и остановилась я возле этой куклы. Я помню, у меня в детстве была мечта «Ходячая кукла». Девчонки, напишите те, кто тоже мечтал себе о ходячей кукле. Я помню, приехала в гости к тете, и у них была ходячая кукла. Мне тоже так хотелось, чтобы кукла ходила. Это, наверное, просто кукла. Игрушка относится к предметам бытового обихода. 3000 стоит такая куколка. Ну, высокая, большая кукла. Тут, смотрите, какие девчонки прикольные в очочках. Все прелесть. Таким удовольствием здесь хожу. Ой, счастливое детство. Другая. Раньше наши родители не могли это найти, а теперь есть, что купить, но это слишком дорого стоит. Прям ох-рах. Если еще понимать, что это буквально игрушка. Она ненадолго, то вдвойне обидно становится. Хочу вам показать покупочки, которые я здесь покупала. Ехали мы, значит, на машине. И увидела я магазин лака художника. Попросила остановиться и бегом забежала. Что я купила? Я купила лак, ой, акриловые краски. Не лак, а акриловые краски. Вы знаете, я-то думала, что у меня тут столько времени будет. Буду рисовать. Куда там? Купила краски еще только тогда, когда нам отложили заседание. Думала, ой, да что там сделаю? Как начала делать? Ага, не получилось все быстро. И вот, так краски и пролежали. Уже надо уезжать. А краски я не использовала. Ну, в любом случае, с ней ничего страшного не будет. Это акрил. В металлических тюбках хранится очень долго. Купила вот такие самые основные цвета. Вот тут вот наверху. Это такой цвет, который там внутри. У меня купила самые ходовые цвета. Поэтому я уж не думаю, что они мне будут лишние. Это коричневый цвет и вот такой вот интересный красный цвет. Мне понравился он. Краски у них, вот такая акриловая краска, стоит по 35, 135 рублей. Так, но они классные. У меня вот такие вот краски дома есть. Они по качеству классные. Еще купила я вот такой вот, как он правильно называется, круг, круг, цветовой круг. Правильно, что-то у меня с головы вообще вылетело. Смысл в этом круге. Первое, что здесь можно посмотреть, оттенки вот здесь, то есть как, переходы и так далее. А вот этот вот, например, вам надо, чтобы получился вот такой цвет. Вот такой, и какие цвета надо смешать. Например, смешать надо синий, зеленый. На пути, чтобы вот такой зеленый получилось, надо смешать синий и желтый. И то есть, когда он так вот крутится, вот так вот крутится, например, Для того, чтобы получить Вот такой вот цвет У нас смешать синий, зеленый и желтый Дальше Давайте посмотрим И то есть вот так вот крутишь И очень даже интересно Какие цвета вам надо получить И что для этого необходимо смешать Может быть кто-то не знает Но есть Я когда показывала Спрашивала, что ты там купила Я говорю, да вот купила Купила Люди думают, что они бесплатные 180 рублей такой круто стоит Потом купила вот такой вот планшет Для графики Я купила больше для Разрисовки Перед тем, как нарисовать На холсте Посмотреть, что получается Вот такой вот холст я взяла Небольшой 24 на 30 Уже буду рисовать Может в поезде порисую, посмотрим Дальше Взяла Вотку палитру У нас на самом деле В городе Этку палитру не находила Прикольная палитра Мне она приглянулась Стела она здесь 330 рублей По ценнику Может быть кому-то будет интересно Сейчас сфокусируется камера И вот такие Вот такой вот у меня Получился Ценничек Лавки Художника И я еще купила здесь Несколько кистей Которые тоже не бывают лишними Сейчас Давайте На свет проходить Молосной Это будет видно Видите какая интересная кисточка У меня такой не было Будет первый раз Потом И взяла Вот такие Синтетические кисти И тоненькую Вот такую Это вообще Нулевочка Тоненькая она Тоненькая Даже не видно будет Вот Дальше Теперь Что я купила Мне надо будет уже Ехать домой Естественно Я Купила Девчонкам Все по мелочи Анютке Ничего не купила Анютке Я купила сейчас Вот такую вот игру Семь чудес света Я очень давно Ищу эту игру Честно Мне очень Про нее много Рассказывала Моя сестра Говорила Какая-то клевая игра Но Семь чудес света Это большая игра Для компании Я нашла Только Вот эту Семь чудес света Это игра Для Двоих Игроков Не для компании А чтобы играть вдвоем Сказали что Интересная Игрушечка Посоветовали ее Здесь разные Такие карточки Вот она идет Описание Если вам будет интересно Возможно Вы тоже Захотите Такую Купить игру Ну потом поиграем Посмотрим Стоила такая Игра 2,5 рубля Надюшке Дианке Я купила Вот такие Вот пазлы За 60 рублей Им нравится Собирать Поэтому взяла Значит это Девчонка Для ледусика Для ледусика Я купила Вот такую шапочку Знаете Когда она Такая тоненькая Когда сейчас У нас Вроде будет Уже лето Но все равно Еще не будет Так тепло Как раз Шапочка Будет Самая тон Такая шапка Потом Купила Вот такой Вот нагрудничек Он теплый Он теплый И с другой стороны Он на липучках Стоил он 800 рублей Но на него Сейчас была Скидка По 400 рублей Его купила Мне он понравился Варежки Вот такие Вот классные Там внутри Флизелиновая Вставка Они очень Такие на ощупь Очень теплые И мне показали Что они красивые Стоили такие Варежки 1000 рублей Но на них Тоже была Скидка За 300 Я их купила Эти варежки Это вот Чек С этой у меня Покупочки Эти товары У меня вышли Все на 1000 рублей Не знаю Мне понравились Они Сейчас как раз Знаете Такое время Как теплые вещи Распродают По дешевке И Это здорово Да Не сказала бы Что шапка дешевая Но я уверена Что у нас В ноябрьске Тяжело будет найти Именно то Что надо Дальше Что купила Для себя Для себя Я тоже купила Себя Я тоже побаловала У меня Я не подрасчитала И Вот эта вот Умывалка Китайская Она у меня заканчивается Я про нее Уже говорила И Когда я ее покупала Она стоила 300 рублей Как мне казалось Но потом Зашла Посмотрела Что да Уже стоит 600 рублей Но она Реально классная Она мне нравится Она такая Кремообразная И хватает ее Достаточно Надолго Она хорошо Отмывает И кожу Она не сушит То есть Ну не знаю Она Классно смывает Косметику Классно смывает Тональный крем Потому что У меня Если Плохо смыть Тональный крем То у меня У меня Потом Начинаются Знаете Как такие Внутренние Прыщи Я не знаю Как по другому Назвать Она Вымывает Так Что поры Что У меня Потом нет Проблем Для меня Это важно И я Сейчас понимаю Что я Не успею Себе ее Заказать Пока она Придет Точнее Закажу Пока она Придет Это будет Долго Там у них Еще есть Акция Такая Что Эту умывалку Можно купить С кремом День-ночь Я покупала День-ночь Крем Но мне Если честно Не понравился Не особо Понравился Потому что Он какой-то Липкий Поэтому Эффект у него Есть Не знаю Я даже Буду заказ С кремом Или нет Подумаю Еще Так Она стоит 600 рублей Опять же Девчонки Вы говорите О том Что это Дорого Я Когда Сейчас Скал себе Я хотела Взять Клиника Она мне Нравится У них Умывалка Классная Но Продавщица Меня Уговорила Купить Вот эту Биодерм Сказала Что она Такая Суперская Я не знаю Я ни разу Не пробовала Ничего О ней Сказать Не могу Здесь 150 мл Я смотрю Что она Жидкая Как вода Хотела Взять Клиник И Я говорю Давайте Сейчас позвоню Чтобы он Сказала Номер Мои карты Скидочные Потому что У меня максимальная У них Скидка Она говорит Ну вот Зачем Будете Звонить Уже Сейчас Мы Закрываемся Давайте Вот Вот Это Вот Такая Классная Она 999 рублей Сейчас Со скидкой Не знаю Поверила Ей Взяла Потом Тоже Тоже Под Под Влиянием Ютьюба Я Купила Себе Вот Такую Вот Тоналочку От Буржуа Я Та Все Боялась Перепутать Да Буржуа И Шанель Это Один Завод И Многие Девочки Бьюти Блогеры Говорят Что Это Классный Классный Тоналку Я Не знаю Я Себе Взяла Попробовать Ничего Пока Не Сказать Не Но Взяла Бурж Даже Вот Такой Корник Лориалевский Какой-то Вот Эта Тоналка Вышла 469 Рублей И Соответственно Умывалочка 999 Итого 1468 Купила Я себе Вот Такие Вот Ботинки Покажу Они Мне Понравились Они Реально Легкие Реально Легкие У них Такая Приятная На Вид Подошва И Прелесть Они На Ощуп Я Не Знаю Во-первых Тонюсенькие На Ощуп Во-вторых Они Прям Знаете Превосходные Третье Что Мне Понравилось Сейчас Покажу Это Вот Такая Молния Здесь Шнурки Ты Можешь Делать Поуже Пошире Что Мне Сейчас Надо Будет Потому Что Вот Так Это Все Внутри Выглядит Это Я Покупала В Магазине Саламандра Вот Эти Вот Показать Что Они Очень Легкие И Очень Удобные На Ноге У нас Сейчас Как раз Самая Погода Для Такой Обуви Здесь В Омске Я бы сказала Что Уже Закончил Сезон У них Уже Достаточно Тепло Но У нас Там Только Начинается И Такого Подобного У меня Пока Не У меня Были Подобные Но Уже Их Надо Обновить Мне понравились Они Будут Удобные В плане Того Что Небольшой Каблучок Очень Тонкая Натуральная Кожа И Неудобные Мне Не понравились Я очень Долго Не знала Какой Взять Размер Вроде Как Мерила 39 Мне 39 Показался Сначала Как раз Она Спросила На Какой Носок Будете Носить Я Больше На Капроновый Она Говорит Вы Сходите У меня Хлопковый Носок Купите Все Капроновый Носок Я купила Вот такие Омса Носочки Вот такие Вот 40D И Представляете То есть Мне сначала 38 Сомневалась Что Он мне Вроде Как Маловатый Был А делая Капроновый Поняла Что Они Самый Самый Раз Вот Такие Ботиночки Стоили 6 7000 Но они Реально Удобные Они Очень Удобные И Я Девчонки Знаете Считаю Что Обувь Должна Быть Дорогая Может Дешевая Одежда Может Дешевые Китайские Джинсы Дешевая Майка Но Обувь Должна Быть Хорошая И Дорогая У меня Сами Все Такие Ноги Если У меня Допустим Я Пользуюсь Не Одевая Кожаную Обувь То У меня Потом Очень Сильно Потеют Ноги И Идет Запах Поэтому У меня Я Вынуждена Одевать Кожаную Обувь Потому Что Иначе Где Раздеться Разуться Точнее Страстно Будет Вот Такие У меня Получились Покупочки Спасибо Вам Большое За то Что Вы Смотрели Мое Видео До Конца С вами Была Оксана Влад Влоги В районе Крайнего Севера Я Вас Целую Обнимаю На этом Пока Пока